А вот теперь поговорим о вашей позиции. Можно, конечно, скулить у окна, а можно делать. По сути, событий есть две партии. Одна у власти, а вот с другой. Уж поверьте мне, как человеку, проехавшему типа страны капитализма, и я бывал и в коммунизме, я вам объясню, где жить лучше. Быть по-идиотски закредитованным и сдохнуть чуть ранее и в молодости – это капитализм. Плюсом вы еще и ипотекой поделитесь с детьми. Жить нормально, работать на государство и получать лучшее образование, знать историю и изумительную медицину, и все это бесплатно. И вот это коммунизм. Что вам не нравится? Или жить в атмосфере быдлопатий, в атмосфере, где коррупция рождает идиотский подход к выборам с депутатским местом, с которым вы себе ничего не сможете построить на пенсию. А еще мародерство всеми и везде, с никакой медициной, с никаким образованием, с тупорылой ипотекой, с самыми уродскими кредитами. Я не буду говорить о том, где все это находится. Вам это нужно? Нет, ну может быть это нужно для тех, кто от этого прется. Вот только я знаю, что от этого всего прется 25% населения, а 75% нет. Теперь вопросу, кому в Магнитогорске это нужно? Типа бизнесу. Хорошо, в Магнитогорске типа бизнесменов полторы тысячи человек. Плюсом добавим еще тысячу работников комбината. Банкам еще меньше, 250 человек. У чиновников тут как-то сложно, но примерно 2000, остальные парятся. Полиция, суды и остальные, ну еще полторы тысячи. Да, типа медицины, еще 500. Собрав все это вместе, ну примерно 6750 человек живут типа круто. Вот собственно и все дома в городе Магнитогорске. Процентовочку раскинем и получаем, ну максимум полтора процента от жителей города. Да, по сути событий мы вернулись в прошлое. Средняя зарплата в тех же долларах, средняя пенсия в тех же долларов, как и было 40 лет назад. Но тогда нас все устраивало. Мы не платили космос за наши квартиры. Три замечательных колбасы, которыми мы и питались без красителей, без антибиотиков, без всякого дерьма. Три или пять сортов водки, недешево, стоящей, как в принципе и сейчас. Не платили за образование, не платили за знания, читали книжки, пользовались практически бесплатной медициной. Мы сейчас восстанавливаем армию, мы сейчас делаем благие вещи. С медициной у нас пока в вантус. Недвижуха бешеный денег стоит. И все это для тех полутора процентов населения? Как с этим бороться? Вариантов по сути немного. И почему я говорю про коммунизм? Потому что я там и лечился. Куба и Китай. Куба потихонечку идет к Китаю. Ну а Китай не слышит даже самый трудный. Китай скоро будет лидером и везде. С ценой вопроса определимся просто. С анапластической астроцитомой человек потерял 15 миллионов рублей. В пересчете полляма в долларах. По старым долларам я имею ввиду. В Германии или в Израиле. Ну там где с капитализмом все типа хорошо. Я с глиобластомой, а это еще хуже, потерял 17 тысяч долларов в коммунистических странах. Вот что нам нужно. И для меня только коммунизм. Мало того, зная сколько мы простили в валюте Кубе, можно было бы сделать это и бесплатно. Почему мы говорим про КПРФ России? Да, я собирался в партию в 1991 году. В сентябре месяце. Все было готово. Но был август и не стало той партии. Хотя если бы был Андропов, то СССР был бы круче Китая. И что получилось позже, вы видели. Внимательно прочитав устав партии и поняв от Михаила Задорного смысл, я по сути туда и вступил. И чтоб вы поняли, устав это и критика, и движение вверх, и возрождение сути. И это лучшее из того, что было ранее. И все это вы можете прочитать в интернете. Мало того, при мне и сразу в партию вступили несколько уважаемых мною человек. Куда еще и где такое возможно, а? Да, мы будем бороться грамотно. У нас есть суды. Быть может, суд признает сторону другую. Но как быть, если в судах будет профсоюз из тысяч участников? Вот это будет круче. Представляете, куда можно отправить трест в теплофикацию и других баранов с ихними тарифами, используя профсоюз обыкновенных людей? В котором и будет правило с несколькими достойными адвокатами, разрушающие методы оболванивания населения. Мы это можем сделать, включив нашу волю. Мы можем это сделать. И партия такая есть.